нет 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 это не эта девушка киньте реквест пожалуйста наталья ждем вот и что я хотел сказать вот уже результаты даже растяжки вообще другие так как посмотреть то господи не могу понять как мне подключиться с наташей отдельно по одному человеку показывает раньше такого не было я не хочу с этим заходить в лайф как мне его выключить и господи кенцел наташа и 20 ну ребята не кидайте реквесты ну вы чё гоните что ли как я могу сейчас найти тренера своего мне нужно подключить тренера а вы кидаете реквесты все 30 человек как мне ребята научить и пользоваться инстаграм научу за фигня так вот смотрите 30 человек закинули реквеста у меня просто на английском телефон закинули заявку и как а вот же они вот видите немножко уже стала разбираться так можно сделать search как пишется наташа страниц у тебя фата я просто вообще лох лохович либо человек еще не кинул заявку не понимаю не щурится я щурится то что смотрите как у меня свет здесь стоит чтобы вам было хорошо видно если честно этот цвет мне даже глаза немножко режет так короче не знаю что наташа не могу тебя найти почему-то ты где напиши что-нибудь чтоб я понимала как твоя страница называется итак я хочу сегодня вас пригласить на тренировку с моим тренером а вот вижу моя красавица наконец-то вот место жребий выпал на нас с тобой наташ наконец-то знакомьтесь с наташей я думаю ваша наверно одно из самых важных знакомых с вашей жизни потому что человек действительно меняет просто вот жизнь буквально за пару месяцев да за месяц поэтому даже рассказывай чуть-чуть в трех словах пока мы начнем чтобы все понимали что можно сказать рассказать о себе это можно сказать ничего не рассказать я скажу что очень люблю работать с телом с учениками работаю в индустрии йоги как преподаватель более 12 лет все 12 лет преподавала за границей то есть это и дубай и турции и другие страны два года назад переехали с мужем в краснодарский край можно сказать чисто случайно встретились с викой нас у нас общие знакомые познакомились и вот мы таким образом работаем то есть я готовлю преподавателей у меня свои марафоны работаем с викой делаем просто огромные потрясающие эффектные марафоны которые действительно меняют людям не только тело да вика но и судьбы потому что девочки получим мы получаем те результаты где девочки действительно за несколько недель уже видят результаты исправляются осанки и общее положение ну и века ты самый лучший показатель того что усердная работа и правильный подход действительно могут сотворить да я хочу просто сразу объяснить ну то что мы разговаривали и многих оказывается коснулась это то что девушки не могут допустим не могут взять пресс не то что кубики а вообще чтобы был плоский живот и мы все не понимаем почему я столько качала пресс качала 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 и раньше я весила как сейчас 60 килограммов я была бы просто бесформенный вот такой как бы толстым человеком просто знаю себя даже 55 такое было 23 года но сейчас свои 60 килограмм не видно и видно что живот становится плоским и с чем это связано почему нельзя накачать живот почему получается что вроде бьешься 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 бьешь но вот это живот вообще нет я понимаю о чем ты говоришь это связано с тем что гиперлордоз когда у нас у всех есть лордоз это нормальные изгибы позвоночника то есть у нас есть шейные есть поясничные но у женщин это часто приводит к тому что после родов от гиподинамии отсутствие движения либо излишний вес либо определенный слабый мышечный каркас наклон таза он увеличивается особенно наклон таза вперед и что происходит передние то есть брюшные мышцы они не то что они становятся слабыми да вот это покажет гиперлордоз а мне показать гиперлордоз это вот прогиб якобы которые нравятся девушкам да и вот типа вот вот таким образом должен быть таз не повернут не зону таз то есть а стоять ровно и тогда вот здесь есть возможность сделать живот маленьким что происходит пресс начинает собираться то есть включается то есть у нас есть то есть у каждой мышцы есть своя функция есть мышцы которые увеличивают гиперлордоз а есть мышцы которые его уменьшают и у людей с гиперлордозом то есть именно а мышцы нижние мышцы пресса и глубокого пора это те мышцы которые стабилизируют таз и стабилизируют позвоночник так как если они слабые то можно представить что происходит со всей осанта то есть происходит с тазом которые сейчас помогут нам проверить сильный кор или слабый очень простое упражнение каждый может проверить то есть как у них мышцы то есть связана ли у них поясница допустим те мышцы о которых мы говорим которые отвечают за положение таза то есть человек ложится на на спину плотно прижимается пояснице к полу и не отрывая поясницу пытается поднять ноги с прямыми ну хотя бы может коленки можно не слегка присохнуть если же при подъеме ног отрывается поясница это первый показатель того что есть присутствует либо гиперлордоз либо вот эти мышцы они очень слабые видно да меня я прям батарея прижала чтобы получать вот у меня поясница прижата а вот ну а я просто не прижал вот это это плотно прижать али что я делаю а ноги положено полностью ляжь на пол да и теперь прижимая поясницу к али что силу с али Итак, я ложусь, прижимаю поясничку, повторяю, поясничка прижата, не прижата, это прогиб, вот прижата, и кладу ноги на пол. Это не означает, что эти мышцы кора сильные или нет у человека, да, если они работают, они работают правильно. Далее. Пробуй поднять ноги, прижимая поясницу к полу, поднимаешь ноги вверх, вот, видишь, а у человека, у которого будет гиперлордоз, будет пытаться, будет поднимать ноги не за счет мышц кора, а за счет поясничной подвздошной мышцы, то есть у него поясница будет отрываться. Будет вот так? Да, 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 вот. Вот что было раньше у меня. А сейчас, после наших занятий, то есть вот, у меня прижата плотная поясница, я поднимаю мышцы, ой, вернее, ноги, и мышцы живота работают, а спина вот как раз плоский, ну, по-плоскому лежит. Угу. Ты на пол. Получилось у вас отнять ножки? Я хочу спросить, получилось у вас, не отрывая спины, поднять ножки, как у вас? Отрывается у вас спина, поясница или нет? Напишут о том. Дальше расскажи. То есть, какие у нас мышцы, непосредственно, большая проблема гиперлордоза у женщин особенно, есть при гиперлордозе уже закономерность, очень слабое тазовое дно. Слабое тазовое дно, понимаешь, к чему это ведет, при прыжках, при чихании, при покашливании немножко девочки, девушки могут пописывать. Но важность, ну, это правда, к сожалению, это правда, и это не только у пожилых, это уже и молодых. Я сама была там, особенно после двух родов, это, ну, это факт, и с этим надо действительно работать. Это все восстанавливается, если правильно к этому подходить. У меня также была серьезная проблема и не только с гиперлордозом, у меня еще был кипоз, у меня еще была сутульная, горизонтальная сутулость. То есть, это в два раза сложнее работать, потому что определенные упражнения, которые ты делаешь на поясницу, они у тебя усугубляют кипоз. Поэтому об этом отдельная история. И если мышцы тазового дна слабые, то есть человек, как бы он ни дышал, не создается внутрибрюшное давление, что для нас, для нашего организма очень важно. Почему? Потому что это внутрибрюшное давление за счет мышц глубокого кора, за счет пресса, за счет стабилизации позвоночника и упругого тазового дна, оно позволяет оттоку жидкости, то есть оттоку венозной крови и оттоку лимфы из нижней конечности. И не только. За счет внутрибрюшного давления происходит циркуляция крови в межклеточном пространстве. То есть мы омолаживаем клетки, то есть это и запускает процесс детоксификации. Почему люди, которые правильно дышат через диафрагмы, то есть они правильно включают грудной отдел, но они не дышат животом, как ноги, выпячивая живот, то есть нижняя часть живота, она в тонусе, но она не контролируется. То есть мышцы укронии, они удерживают тазовое дно, удерживают нижнюю часть пресса. И это, когда диафрагма опускается, то есть при вдохе она опускается и создается внутрибрюшное давление. За счет этого и восстанавливается позвоночник, то есть это в принципе уже доказано, что может быть даже связано, то есть гиперлордоз и как причина, и как следствие протрузии межпозвонковых грыж. То есть это уже следующий этап, если с гиперлордозом не работать, то есть в определенном возрасте или в определенный момент, может это все просто бабахнуть, к сожалению. Ну что, я думаю, надо чуть-чуть пару упражнений показать и рассказать, уже подытожить. Если у вас, у кого-то там, у вас их родных и близких сложности, или вот по тому, что мы сейчас описали выше, приходите на курс к Наташе, когда завтра он начинается. Это, ну, в принципе, сколько там будет, 7 дней? 10 дней. Там 10 дней. 10 дней будет. Каждый день будет посвящен определенной тематике, где мы будем разбирать точечно все вот эти сниплые зоны, и будем давать определенную группу, серию упражнений, как для начинающих, так и для продвинутых людей. И мы будем работать не только именно с гиперлордозом, да, это будет основная тема, но мы будем заключать очень глубокие ткани, очень глубокие кинетические цепи, будем перестраивать нейронные цепочки, нейронные сети, то есть будем учиться работать и включать мозг, как мы работаем, отслеживать, то есть где у нас поясница, где у нас кор, отдельная работа будет на те мышцы, которые увеличивают передний наклон таза. А грыжу, вот если грыжа есть, в крыце, в пояснице еще там где-то, как этот курс поможет? Как этот курс поможет? Во-первых, грыжа происходит тогда, когда не все сегменты позвоночника участвуют в движении, то есть представляешь, когда мы двигаемся, позвоночник у нас должен участвовать во всей цепочке, а грыжа происходит, когда происходит надрыв межпозвоночного диска за счет того, что где-то был спазм, и вторая часть попыталась компенсировать, то есть происходит надрыво. С грыжами очень необходимо аккуратно подходить, то есть чтобы не было нагрузки, то есть все движения должны выполняться в амплитуде комфорта, без боли. То есть человек, в принципе, может выполнять все упражнения, но отслеживать, потому что боль это уже будет показать, и тело будет уже давать, что что-то там не так. И естественно, необходимо человеку, у которого есть грыжа, понимать и знать, то есть для этого надо проконсультироваться с доктором и понимать, какие движения, в какой амплитуде запрещены, то есть скрутки могут быть запрещены. Я же не знаю, потому что грыжа, кольцо, межпозвоночный диск, он же шкрупный, он же может как и спереди грыжа, как сбоку, может быть и сзади. Мы же не понимаем, какое положение. Человек должен понимать, где находится грыжа, какие упражнения терапевтические, и как работать. А с протрузиями, я так понимаю, мы спрашивали уже, да? Да, 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 то есть с протрузиями точно так. То есть я буду давать мнения, которые не агрессируют, то есть не провоцируют. Они, если человеку будет работа, допустим, грыжа в поэстичном отделе, а в постуральной плоскости, грыжа смотрит назад, да? То есть у человека уже межпозвоночный диск слегка выпячивает в заднюю сторону, да? Поэтому при наклонах вперед, если человек не будет вытягивать позвоночник, а будет опять идти за счет только вытяжения поясницы, диск в выпячивании будет еще больше происходить. То есть этим человеком ему необходимо включать всю линию позвоночника, начиная от присгибания коленей при наклонах вперед, и включать с положением таза, чтобы наклон вперед включал все вытяжение по оси позвоночника. Ты можешь сказать про тех людей, которые даже и бойцы, и бодибилдеры, которые приходят, и такие вроде как сильные, а не так, да? Да? Насколько у человека, у таких даже спортсменов трясутся руки, и первое время они не могут, скажем так, ровно стоять, и вот эти маленькие мышцы, которые вообще не задействованы, но которые влияют, про эти маленькие мышцы расскажи, пожалуйста, в душе. У нас очень много мышц, мышц стабилизаторов, и эти мышцы стабилизаторы, они настроены на то, что не на активное движение, а именно на стабилизацию. И нервная система очень часто, так как у нас ограниченная, ну сколько у нас привычных движений в день, 10-15, да? Там встал, прошелся, что-то потянулся и все остальное. А в йоге, в йога-терапии мы задействуем широкий спектр, и мы двигаемся в 3D, и не только в движении, но также и в статике. И в статике, чтобы удержать, то есть включить эти мышцы, мы задерживаемся в статике, да? Мы учимся дышать, то есть таким образом эти мышцы начинают включаться. Естественно, у некоторых происходит сбой нервной системы, ну я утрирую сбой нервной системы, то есть они начинают дрожать, немножко паниковать, что происходит, я тут занимаюсь спортом, а тут у меня совершенно новые ощущения, я этих мышц никогда в жизни не чувствовала. То есть это говорит о том, что включаются те, ну я и называю эти участки, спящие зоны, которые в принципе должны участвовать и работать. Ведь наше тело, оно многофункциональное, оно при ходьбе задействовано и должно двигаться в 3D, а мы как ходим? Конечно, с ними только двигаем, еще лишь головой двигаем. Ну как спортсмены, это все же бойцы, они же, ну как бы работают, я занималась с людо, просто я помню, какая это работа. Это такая приличная работа, у тебя все мышцы вроде как и тянуть, и болевые, и сильные. Но вот эти почему поджелают? Включаются совершенно другие нейронные связи, то есть можно сказать, потому что есть работа баллистическая, когда ты делаешь, допустим, прыжки, кики и все остальное, да, или бокс, то есть ты задействуешь совершенно другие мышцы. А когда ты медленно, понимаешь, без отрывков, и ты должен связать все цепочки, потому что мышцы у нас все связаны, это то, как твои брови общаются с твоими стопами, с твоими пальчиками, да, или когда человек двигает большим пальцем, тренирует большой пальцем, а у него волосы на затылке двигаются. И представь, и мы когда выполняем, мы включаем вот эту всю цепочку, а она до этого не работала, то есть, естественно, это очень необычно и непривычно. Слушай, давай покажем людям некоторые упражнения, потому что я смотрю, многие прям в искусстве, я тоже возьму воды, потому что, ребят, вам понадобится, и сделаем несколько упражнений, вот как вы показываете, да, вот эти стабилизаторы, чтобы... Даже, ребята, ну там, вы на спорте занимаетесь, тоже попробуйте, просто ради эксперимента, да, и если, допустим, вы человек сильный, и любые там весы можете тягать, я предлагаю вместе со мной сейчас делать эти упражнения, чтобы посмотреть, насколько на самом деле эти другие... Мы делаем с собственным весом, вообще ничего для этого не нужно, поэтому просто, там, не знаю, коврик или можно на полу... На полу, на одеяло, что есть, на полу, на полу даже, да. Хорошо, тогда я поняла, ты хочешь, чтобы мы показали пару из этих моих, как бы, говорит, убивавших, которые, ну, я называю брейнджием, то есть зарядка для мозга? Да, давай. Ну что, ребят, готовы брейнджием? Нет, 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 да. Другое, нет, 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 нет. У нас есть, нет. Горазб meditation, хороший человек, okлайник. Да, всем, очень, очень, интересная тема, если мы говорим об лендоволевых нечет Cardinal Брэрд, его обьезда отделением имей Ah Fußballонбогур strain. Плассовая Laboratory, полную пhem-360 Gold trauma заливающая es治ache в действиях. Плассовests дейсы прийти на дянут В time. Плассилотính Bushicans Русалла-Перез不是 человеком в этом, perfect the pose and just try to say a couple of exercise to see how some exercise in some particular muscles might be quite challenging your brain I call them brain gym so maybe you find them very amusing or surprisingly beneficial yeah even even though oh my gosh sorry even though if you work so hard day and you just you know doing yoga and gym every time you try because this is something else and I highly recommend this for you guys wait just let me start up my okay guys now we're going to try to make sure that we're going to make sure that we're going to be Делаем вместе с нами. Turn of coming. Так, ну что? Так. Начнем мы с пресса, и потом уже дальше продолжим. Хорошо. Хорошо. То есть у нас простое упражнение. Стопы, ширине таза. Мы издекла отклоняемся, собираем живот, собираем ребра внутрь. То есть у нас движение такое. Ногу поднимаем на 45 раз, тянем носок, тянем колено, вдох здесь. Выдох, мы просто оттянемся грудью к колену. Опять вдох, слегка опустились, подкрутили ягодицы, подкрутили таз, выдох, колено к груди. И там 10 раз. Давайте вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Расправляем плечи, расправляем шею, выдох, вдох. Второе, четыре, пять, шесть. Очень отстеживаем, чтобы у нас ребра и живот был собран. Восемь, девять, десять. Таз задержали, 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 стоим, держим здесь, держим. Та же нога. Молодцы. Опустили, поднялись. И на другую ногу, опять вытянули. Вдох, вдох, выдох. Опять опускаем пловище, подкручиваем таз, можно даже собрать ягодицы в центре. Пошли, работаем опять колено к груди. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Скажем, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Задержали, опустились, подкрутили таз, собрали живот, собрали ребра, прям туда заправили в кубок. Улыбаемся, улыбаемся, плечи расслаблены. Молодцы. Горит. Ну я вообще не халтурую. Я делаю. Я знаю. Следующее управление из серии вот именно этих брейн-джейм, которые управление. То есть вот у нас элементарная кошка, да? А мы закрепили стопы. Кубком подтянулись позвоночник, плечи раскладывали. Ни в коем случае подбородком не уходим вниз. То есть мы вытягиваем весь позвоночник. Но упок заправляем внутрь вместе с ребрами. Отсюда. Поднимаем колени. Колени на два сантиметра от пола. Поднимаем правую руку на таз. То есть вы можете здесь быть. И чтобы было еще интересно, можно оторвать левую стопу, либо левая колена груди. Стоим здесь. Есть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Опустили стопы, опустили колени. Колени все равно приподняты. Колени приподняты. Теперь левая рука на таз и поднимаем правая колена. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Опустили. Есть. Есть. Лято. Теперь давай немножко растянем переднюю полетность и начнем и проработаем боковую линию, а потом уже включим ягодичную. То есть делаем простой шаг. То есть у нас вот, по лицу 90 градусов. Здесь мы в ребра, как будто, знаешь, толкаем, подкручиваем таз и поясницу толкаем в заднюю. То есть не в пятницу, а наоборот подкручиваем, поясницу толкаем в заднюю стеночку. Станавливаемся скрутиться по кругу бумаги. И здесь просто такие вращения тазом по кругу. Это для того, чтобы вытянуть, включить переднюю поверхность и проработать, включить тазобедренный сустав. То есть кипозируем, можно сказать, упрямляем поясницу, подкручиваем еще. Есть. То есть уже чувствуешь, как передняя поверхность бедра и растягивается. Есть. Теперь выходим в наклон вперед тазом, опять подкручиваем таз. Выходим на голеностоп. То есть для начинающих руки могут быть на полу. Вы можете просто на голеностопе оторвать колено и быть здесь. То есть можно стоять в статике, можно сделать вот это движение тазом. Но колено и носок тягем, мы стоим на голеностопе. Более продвинутые могут стоять здесь. Таз мы закрываем прям. Стараемся опять и годится заправить живот внутри. Есть. Молодцы. Вышли. Руки в пол. Можно скрутиться в пояснице, выйти на кончик и поднять левую ногу. Ой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Давай, давай, работай. Вот здесь вот подстава, дорогая моя. Пробуй, пробуй. Скрутить еще. Руки поближе немножко к колену. То есть руки сюда ближе к колене. К колену. У фога опять в позвоночник. Здесь надо скрутиться. И поднять. Вот, вот, вот. Молодец. Давай на другую сторону, на другую ногу. То есть я разворачиваюсь сюда. Опять 90 градусов. Скрутились. То есть вы прямите поясницу, вытолкнули, раскрыли поясницу, толкнули ее назад. За счет рюкзи скрутились. Можно упираться в коленах. И просто сделали такие круговые вращения. Пять раз в одну сторону. На живот заправляем. И пять раз в другую сторону. Есть. Выходим на колен вперед. Ланч. Вышли на голеностоп. Опять. Для начинающих руки обе руки в упор. Поднимаем, отрываем колено. Натягиваем коленную чашечку или на стук. Делаем просто пульсацию либо здесь, либо пульсацию здесь. Десять раз. Раз. Два. Опять подкручиваем таз. То есть не провалим все в пояснице. Ягодицы собраны. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Колено в пол. Полу шпагат. То есть хорошо вытянуть заднюю поверхность. А теперь можно опять, выталкиваясь руками из пола, поднимать вторую ногу. Ага. А-а-а. Есть. Ох, господи. Отлички. Ну, теперь давай немножко упростим. Будем работать на целевую... А точечно или на целевую группу мышц. Да. Давай. Представим. Поднимемся на предплечье. Это твое любимое упражнение. Плотно, хорошо, толкаемся предплечьем. Здесь очень важно не проваливаться в плече, а выталкивать. Если вы хотите, чтобы у вас включились косые мышцы живота, здесь очень важно выталкиваться предплечьем в пол и включать вот эти боковые, переднюю зубчатую мышцу, которая стабилизирует лопатку и включает ваши косые мышцы. В то же время мы сейчас будем работать со стабилизаторами таза. Колени, таз, плечи в одной линии, то есть колени не здесь, а не отходят назад. Вдох здесь, выдох, подняли. Удерживая здесь, выталкиваемся. И отсюда поднимаем колено вверх. Выталкиваем таз еще, еще. И выпрямили ногу. И здесь, то есть у нас фундамент остается, мы просто двигаем ногой и носок толкаем от себя. Прямо, то есть либо сгибаем колени, а ведь выталкивает таз еще побольше. Либо прямой ногой. Раз, два, три, четыре, пять. Можно опуститься. Есть. Отдохнули. Опять на вдохе поднимаемся. Это мы уже отдыхали, как будто отдохнули. Ты что, еще не отдыхали? Хорошо. Попейте водички. Так. Рэмбы. Повторяем еще раз. Повторяем еще раз. Допустим, пять раз делаем. Те, кто хотят немножко усложнить, можно опять. Активный сгибель на стол вытолкнуть таз и сделать здесь. Это будет намного сложнее. Поднять ногу и удерживать ее, либо же работать с коленом. Но можно еще и работать таким образом. То есть у каждого по-разному. Есть. Допустились. Поменяли. Колени, таз, плечи. Вытолкнули. Вдох. Она опять плотно. То есть локоть всегда под плечом. Шея вытянута. То есть мы вытягиваем всю ось. Позвоночник опять. Подняли. И можно выпрямить ногу. И просто прямо с прямой ногой. Подняли, опустили. Раз. Два. Опять ребра, живот собраны. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прекрасно. Опустились. Отдохнули. Пару свободных выдохов. Сейчас. Я такая сегодня делала сторис. Купали в зеркало. Смотрю в зеркало. Думаю, вау. 50 килограмм. Понимаешь, у меня даже поправляются всегда. Вот, вот. Ушки хорошие. Ботик. Но я думаю, ух, я более-менее. Дверь 60. У меня такая прям. Знаешь, такая думаю, вау. Не хотелось. Взялся в зеркало. Думаю, так, срочно буду тренироваться. Окей, давай. Сейчас еще раз сделаем на эту. То есть на какой стороне вы были? На этой, по-моему, да. И теперь можно с тремыми ногами вышли. И опять. Раз. Два. Хотя бы пять раз. Три. Четыре. Пять. Молодцы. Опустились. Три. Что? Нет. Вот здесь. Опять пресс? Ну, давай пресс. И прессик вот этот вот упражненный. Помнишь вот это вот, как это, когда ножку целуешь? Ага. Ага. Твой любимый пупо-сжигатель, да? Пупо-сжигатель. Вот этот вот. Да-да-да. Мне, конечно, палка сжигать. Нет. Мои лазеринцы, ноги прямо. Опять. Живот плоский. Доправляем. Если сложно, кому-то можно поддерживать одну руку. Отсюда. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Тянемся колено-груди. Вдох. Прижали поясницу. Выдох. Вдох. Прижали поясницу. Выдох. Вытолкнулись. Вдох. Выдох. Плечи раскрыты, грудная герка раскрыта, работают и в центре. Скажем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Есть. Теперь. Следующее. Опять. Открутили таз, уложили поясницу. Руки за головой. И подняли. То есть опять. Живот плоский. Поднимаем ногу. Поднимаем туловище. Локти смотрят в сторону, подбородок 45 градусов. И здесь мы просто рисуем круги ногой. Но мы отснеживаем, что у нас происходит с животом. Можно пять раз в одну сторону. И пять раз в другую сторону. Подожди, одна нога лежит. Да, одна нога нога лежит, другая нога прямая. И прям плотно, очень активно, не спеши. Главное поясницу прижимать. И опять лебра заправляем штаны. И рисуем красиво. Ну как, круг, я бы сказала, 50 сантиметров в диаметре. Сейчас я ногой вымерю, сколько там 50 сантиметров. И опять плотно, отслеживаем, что происходит. Поясницу толкаем в пол. И в другую сторону. И этой же ногой. Ну теперь другой ногой. И пять раз в противоположный раз. Два. Три. Четыре. Пять. Есть. Давай на наши любимые ягодицы. Давай. Наши любимые ягодицы. Сейчас покажу упражненное упражнение. Потом я покажу немножко усложненное, которое именно требует вот этого внимания. Если я похудею, у меня тонейшая фигура. Поэтому я хочу похудеть. Худеть. Окей. А для того, чтобы техника безопасности, для того, чтобы выключить поясницу при кошке, потому что ноги будут проваливаться здесь, мы становимся на предплечьях. Это позволяет выключить поясницу и создать прямую ось позвоночника. Первое у нас упражнение. Таз у нас не пляшет. Таз параллельно к полу. Мы работаем, и не проваливаем себе ягодицы, мы просто работаем через ягодичную мышцу. То есть выталкиваем пяточку вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Теперь колено. Выталкиваем вверх. Колено опускаем вниз. И открываем на 90 градусов в сторону. Опустили колено, вытолкнули пятку назад. Опять. Колено к колено, вытолкнули колено 90 градусов. И обратно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. На десяти. Девять. Десять. Теперь. Нога вверху. Правая ладонь становится там, где была правая. Правый локоть. Локоть три сгибаем. Да. Отсюда вдох. Выдох. Колено к локтю. А, значит, у меня вот это. Нет, та же нога, Вика. Та нога, которой ты работала, работаем той же ногой. Я начинала с левой. А, ну тогда хорошо. Той же ногой к локтю. Вдох. Выдох. Не спешим. Вдох. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Восемь. Вдох. Выдох. Девять. Вдох, выдох, 10. Есть. Горит, работает? Горит, горит еще как? Так, теперь растягиваем, то есть в ту сторону, в той ягодице, в которой мы работали, мы таз вводим просто в бок и он у нас ложится по центру, между ладонью и коля. И вроде вытягиваемся, то есть мы вытягиваем всю боковую линию, вытягиваем ягодичные и в то же время наружные ротаторы бедренной кости и на другую сторону. Есть. Поднимаемся и на другую сторону. Можно выйти в позицию малыша, чтобы вытянуть, растянуть хорошо, потому что ягодичный помогает. Поднимаемся и на другую сторону. Опять на предплечье. Пяточка, стопа, то есть на супер и на себя, и пошли. Пяточка, выталкиваемся. Раз, два, три. То есть ты должна чувствовать, когда ягодичная и задняя поверхность бедра. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь колено в колено. Теперь колено в колено и отрубаем наружу. Вытолкнули. Вытолкнули. Опять колено в сторону. Одну, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. Теперь нога прямая назад. Левая, то есть вторую руку мы прижимаем, ставим ладой на то место, где был локоть. Вдох, поднимаем ногу. Выдох, локтем, тянемся к колено, тянемся к локтю. Раз, два, выдох, вдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прекрасно. Легкая растяжка. Стаз в одну сторону. Жизнь. И другую, и другую. Теперь растянем немножко поглубже. Передняя нога у нас прям. Скажем, левая нога прямая, правая стопа упирается в левую коленку. Здесь захватом голеностопа, если не будет, можно использовать ремень, либо полотенце. Либо же можно присохнуть левое колено. И не нагружая правое колено, уходя в туловище, наклон вперед, мы вытягиваем всю ягодичную, всю боковую линию. То есть здесь у нас и квадратная парисичная хорошо тянется, и ягодичные, и наружные ротаторы. То есть те мышцы, которые мы задействовали. И уходим на клон тела. Успокаиваем нервную систему, расслабляем, отпускаем плечи. Наблюдаем, опять находимся внутри, отслеживаем, наблюдаем. Первый супер. Медленно поднимаемся и меняем. Ай. Я думаю, что те, кто делает с нами, сейчас просто кайфуют. Сейчас просто кайфуют. То есть это такое щадящее упражнение, но оно именно открывает те участки, здесь особенно люди, которые очень много съедят в течение дня, у которых чувствуют, что у них стрессовое состояние, такие зажимы в поясничном отделе, даже крестом. Вот это все места хорошо. Даже седалищный нерв здесь, то есть если есть зажим седалищного нерва, это одно из упражнений, которое прям хорошо распрощает, убирает эти зажимы. Будем тренироваться еще или как ты считаешь? Кажется, что достаточно на сегодня. Ну ты босс. Поэтому. Я сейчас пишу комментарии, ребятки смогут, кто с нами позанимался, дать обратную связь. Ой. Мышка, компьютер, ищу, блин, комментарии. Я на компьютере стоял телефон. Сейчас я. Ребята, давайте обратную связь свою. Потели, не потели. Было, не было. Так. Comment on. Что чувствовали? Тряслись ручки? Не тряслись? Тряслись ножки? Тряслись что-нибудь? Тряслись что-нибудь? Простите. Вот. И как вам вообще? Я могу сказать под себя, что за месяц я чувствую, вижу, как я стала крепче, я стала сильнее. И при том, что я занимаюсь много лет, но такой сильной, крепкой именно, здоровой, я себя не ощущала. Потому что я на руках в первое время стоять думала, какой на руке? Одна рука сюда, туда. Да. Ну, вообще, как бы, это было невозможно же. Нет, нет, нет. Я помню, когда мы с тобой начали, было очень сложно. Ты постоянно жаловался за пястные, плечи. Да. Да. По сапатике еще вот это вот осталось, что я тут забила себе. Ну, слабенькие были. И нам просто, стойте на руках, стойте на руках. Ну да, тяните. Ну, все равно, как бы, там тоже выстраивалась классно вот спина, все, потому что там вот именно похожие направления. Тебя вот, ты выбираешь все. Классно, да. Поэтому, ой, прекрасно, сильная нагрузка, круто, все благодарят. Все... Я рада. Все довольны, да. Сложно было кому-то. Чувствую все. Девочки и мальчики, судороги только хватало. Девочки и мальчики, те, кто занимался сегодня, завтра у вас будут болеть те мышцы, которые вы никогда не чувствовали в своей жизни. Это я вас уверяю. Просто те мышцы, даже какие-то подклопные мышцы, которые, казалось бы, знаешь, ну, только раз попу качала и не чувствовала. Поэтому это как раз о том, как вот ты перестраиваешь себя. И, соответственно, кто хочет хорошо поработать, я понимаю, завтра в понедельник у нас стартует курс. И он будет из десяти дней, которые у вас будут записи и заниматься. У вас это все останется на... Сколько там остается? До трех месяцев, по-моему. И, соответственно, эта вся тренировка, это все у вас будут, все программы. Если не успели позаниматься онлайн, позанимались в записи вообще бесплатно. Но это другой уровень тренировок. Как ты их называешь? Осознанные, да, тренировки? Осознанные, да. Осознанные тренировки, осознанное движение. Да, и у меня, знаете, что вот больше всего хочется сказать прямо изнутри вырывается, что сегодня очень много различных всяких тренингов. Сделал фигурку 4, да. Но нет ни одного... Ну, по крайней мере, я не видела так, что вы говорили. Это оздоровительный курс. Помимо того, что вы получите пресс, так вы еще получите правильный корсет. У вас нейронные соединения начинают активироваться вообще абсолютно другие, да, новые, зрелые, которые вы сами выстраиваете. И тело начинает работать по-другому. И, соответственно, оно начинает стукать по-другому. Ну, абсолютно... Я сегодня... Как дела? Я такая, блин, дела, классно, все офигенно. Он такой, что такое? Он такой, знаешь, такой поникший. Я говорю, ну как? У меня сейчас тренировка через 15 минут, да. Меня начинают перейти перед тренировками, понимаешь? Потому что я знаю, что это такое. И я, повторюсь, ходила в спортзал и занималась и то, и то, и в интернете, но в понятии. Но вот именно такого подхода нет. А подход индивальный и такой вот нужный. Поэтому, Наташа, ты... Я тебе очень благодарна. Вика, скажи мне, пожалуйста, у тебя после тренировок чувство усталости или у тебя, наоборот, подъем энергии, тебе хочется творить, и эта энергия хватает тебе надолго? Помнишь, один раз было чувство усталости? Вот один раз тогда. Вот тогда. Ну, ты тогда немножко подболела. По-моему, как раз это было именно тот период, да? Ты еще не восстановилась. Там как раз... Помнишь, что-то было такое, но это было там во Франции. Ага. Ты шагал в другую нагрузку. И вот с того момента вот усталости у меня не было. Нет, я тебе говорю уже перед эфиром. Надо бодрить. Вот. Так что, девчонки, я вас приглашаю на этот курс на оздоровитель. И мальчишки тоже. Да, кстати, да. И не только девчонки, но и взрослые женщины. Потому что здесь именно вот такая вот как бы... Смотрите, пишут в ногах усталость у людей. От непривычки еще, да, наверное. Потому что... Кто-то пишет прилив энергии. Ага. Интересно. Видишь, у всех по-разному. Да, да, да. Но здесь, в принципе, то, что мы загрузили, мы заключили пресс. По идее, это заряжающая тренировка. Она повышает уровень янговской энергии. И, в принципе, сейчас прям, знаешь, должно быть такое ощущение, что ты как будто выпил две чашки кофе. То есть тебе прям легкость во всем теле. Прямо суставы начали двигаться. И хочется бегать, прям бежать на марафон. То есть вот это и есть эффективность этих упражнений. То есть их, конечно, очень хорошо выполнять и в первой половине дня. Во второй половине дня, если выполняется, компенсировать их более длительными расслаблениями или растяжками. Ну и можно также включить небольшую медитацию. Угу. Угу. Ну, кто-то ноги гуляет у кого-то, у кого-то. Спасибо. Все это и все благодарят. И мы вас ждем. Я сейчас в сторис поставлю кусочек как раз-таки эфира и туда, куда идти для того, чтобы зарегистрироваться. Завтра начинаем. Поэтому давайте, девчонки, начнем делать красивое тело здоровым в первую очередь. И я думаю, что клетка, я, Наташа, все-таки фигуру мечты себе зашла. Вот. Я думаю, что я уже правильно сейчас все подкачаю, правильно расформирую. Потом подсхудну, чтобы вот эти вот бока ушли. И будет красиво точено, как я сказала, всегда спортивное, красивое. О, Господи. Когда у нас следующее занятое? Я уже хочу... Хорошо, тогда будем тренироваться еще больше. Да. Да. Я вот умру, но сделаю, знаешь, что для меня... Ты сделаешь. Ты сделаешь. Сто процентов, Вика. Правильно. Ну и все. Девчонки, вас тоже благодарю всех. С Новым... Ой, с Новым годом. С Днем Сто Валентина. С Днем Влюбленных. Давай вот так. Пальчик. Вот так. Ну-ка давай. Нейронные соединения. Наташа, давай. Нет. Нет. Нейронные соединения. Ноги, ноги. Я никогда не делала. Вот так вот. Почти, почти. Вот. Получилось. Это тренироваться надо. Все. Пока. Спасибо, ребята. Мы завтра тренируемся на гиперлордоз. Пока. До встречи. Пока. Так. Включаю и сохраняю. Done. Done. И здесь тоже. А то у меня ногти все такие. Длинные ногти. Что я наживаю на стрелочку? У меня... Блин. Вот так вот. Где у меня?